Здравствуйте, уважаемые слушатели! Павел Степанович Нахимов говорил, у моряка нет трудного или легкого пути, есть только один путь – славный. Итак, изучая отраслевые особенности ключевых процессов управления социально-трудовыми отношениями в морском транспортном комплексе Российской Федерации, в этом разделе мы разберем минимальные требования к условиям труда и отдыха работников судовых экипажей, обеспеченных Конвенцией о труде в морском судоходстве, которая была принята Международной организацией труда в 2006 году и ратифицирована Российской Федерацией. Конвенция четко определяет минимальные требования. Если они не соблюдаются, необходимо следовать процедурам подачи жалоб. Если проблемы серьезные и повторяются, или представляют угрозу здоровью и безопасностью или охране, это может привести к задержанию судна. Существует строгий режим правоприменения, подкрепленный системой инспекции и сертификации. В каждой части документа есть правила, стандарты и руководящие принципы. Беглый обзор некоторых из основных направлений Конвенции, представленный здесь, поможет сложить лишь первое впечатление о документе. Однако, почти каждому из рассмотренных нами правил предусмотрены уточнения и исключения. Поэтому в случае необходимости нужно обращаться к самому документу. Итак, раздел 1. Минимальные требования к морякам для работы на судне. Он включает следующие четыре положения. Минимальный возраст для работы на судне, медицинская справка для выполнения обязанностей на борту, обучение и квалификация, набор персонала и укомплектование кадров. Рассмотрим некоторые из них. Так, для работы в море нельзя нанимать никого моложе 16 лет. До 18 лет моряк не может быть занят в опасных процедурах, выполнять ночную работу на борту судна. Моряк не может работать, если у него нет медицинского сертификата, подтверждающего пригодность к выполнению обязанностей. Медицинский сертификат должен соответствовать принятым международным стандартам. Для международных рейсов медицинские справки должны быть на английском языке. Они действительны в течение двух лет, а для моряков в возрасте до 18 лет – один год. Сертификаты о цветовом зрении действительны в течение шести лет. Что касается квалификации, то все должны пройти обучение, необходимое для выполнения своих обязанностей на борту в соответствии с конвенцией ПДНВ. Кроме того, обязательно обучение правилам техники личной безопасности на борту. В разделе по набору персонала и укомплектованию кадров уделяется внимание крюинговым агентствам, которые предлагают услуги по подбору персонала. В частности, определено, что они не должны взимать плату за поиск работы с моряков. Стоимость виз также должна быть оплачена судовладельцем. Раздел 2. Условия найма, утверждают правила и стандарты по восьми направлениям. Первое. Трудовые соглашения моряков, заработная плата, часы работы и часы отдыха, право на отпуск, репатриация, компенсация в случае потери или затопления судна, укомплектование экипажа, возможности карьерного роста и повышения квалификации. Рассмотрим некоторые из положений. Моряк имеет право на справедливое трудовое соглашение, в котором излагаются условия трудоустройства. Документ должен быть подписан обеими сторонами – моряком и работодателем или его представителем. Быть простым для понимания и иметь юридическую силу. Вся информация об условиях найма, включая коллективный трудовой договор, должна быть в свободном доступе для всех на борту и для проверки в порту. Для судов, работающих в международных водах, версия на английском языке обязательна. Моряки имеют право на регулярную и полную оплату как минимум раз в месяц в соответствии с трудовым договором. Базовая заработная плата означает оплату за обычные часы работы – не более 8 часов в день и не более 48 часов в неделю. И она никогда не должна быть меньше рекомендуемой минимальной. Международная организация труда устанавливает рекомендуемую минимальную заработную плату для трудоспособных моряков на основе формулы. Формула учитывает изменения стоимости жизни и обменных курсов. Ни один моряк не должен получать зарплату по ставке ниже рекомендованного минимума. Работа сверхобычного рабочего времени предполагает выплату сверхурочных. Часы работы и отдыха регламентированы таким образом, чтобы избежать усталости и обеспечить безопасную эксплуатацию судна. В конвенции установлены максимальные часы работы и минимальные часы отдыха. Работодатели должны понимать, что это не нормативы, а тот предел, на котором человек способен работать. Но такая нагрузка не должна быть нормальной. В случае чрезвычайной ситуации капитан может приостановить график работы до тех пор, пока проблема не будет решена. Работник имеет право на адекватный компенсационный период отдыха в этом случае. Сборы и все другие тренировки должны проходить с минимальным нарушением периодов отдыха. Каждый моряк имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск на берегу для того, чтобы поправить здоровье и самочувствие. Право на ежегодный отпуск рассчитывается, исходя из двух с половиной дней за каждый календарный месяц работы. Моряки имеют право на бесплатную репатриацию, если срок действия трудового соглашения истекает в тот момент, когда моряк находится за границей, или судовладелец расторгает контракт, или сам моряк расторгает контракт по уважительным причинам, а также если моряк не может выполнять свои обязанности по контракту по таким причинам, как болезнь, травма, кораблекрушение, работа в зоне военных действий, или если судовладелец не выполняет свои юридические обязательства. Максимальный срок непрерывного пребывания и работы на борту должен быть меньше 12 месяцев. Судовладельцы не имеют права требовать оплаты расходов на дорогу и не могут сделать вычет из заработной платы моряка в счет расходов на репатриацию, если только тот серьезно не нарушил условий своего трудового соглашения. Если судовладелец не в состоянии оплатить репатриацию, то государство флага должно взять на себя эту ответственность. Моряк может обратиться также в консульство или дипломатическое представительство своего государства, а также к администрации порта. Если моряку не исполнилось 18 лет, он отслужил не менее четырех месяцев в своем первом зарубежном рейсе и обнаружил, что это не его профессия, он может получить возможность репатриации без каких-либо затрат для себя из ближайшего порта захода. Моряк имеет право на адекватную компенсацию в случае травмы или безработицы в связи с потерей или затоплением судна. Чтобы работать на безопасном и надежном эксплуатируемом судне, на борту должен быть достаточный экипаж с точки зрения численности и квалификации. Уровни укомплектования персоналом должны учитывать необходимость избегать чрезмерного количества часов работы, обеспечивать достаточный отдых и ограничивать утомляемость. Характер и условия рейса также необходимо брать в расчет. Согласно конвенции, моряки должны иметь не только возможности трудоустройства, но и развитие профессиональных компетенций и роста квалификаций. Раздел 3. Жилье, место отдыха, питание и столовое обслуживание. Утверждает правила и стандарты по двум направлениям. Жилые помещения и места отдыха, продукты питания и столовое обслуживание. Рассмотрим некоторые из положений. Моряки имеют право на безопасную и достойную жизнь и удобство для отдыха на борту. Государства флага должны принять законы и нормативные акты, обязывающие суда соблюдать набор стандартов. Конвенция предусматривает регулярные проверки. При установлении стандартов особое внимание должно уделяться вопросам охраны здоровья и техники безопасности и предотвращения несчастных случаев. В расчет берутся размер кают и других жилых помещений, отопление и вентиляция, шум, вибрация и другие факторы окружающей среды, санитарные помещения, освещение, размещение в больнице. В конвенции представлены таблицы с указанием минимальных требований к помещениям и оборудованию, которое государства флага должны обеспечить на своих судах. На борту должно быть достаточное количество продуктов питания, хорошего качества и питьевой воды, которыми обеспечиваются моряки бесплатно в течение всего периода рейса. Подаваемая пища должна быть питательной и разнообразной, а также готовиться и подаваться с соблюдением правил гигиены. Необходимо также учитывать религиозные и культурные предпочтения членов экипажа. Проверки на судне запасов продовольствия и питьевой воды, кампуса и зоны для приготовления пищи должны проводиться и регистрироваться регулярно. Конвенция предполагает также требования к судовым поварам. Раздел 4. Охрана здоровья, медицинское и социально-бытовое обслуживание и защита в области социального обеспечения. Включает следующие 5 положений. Медицинская помощь на борту судна и на берегу, ответственность судовладельцев, защита здоровья, безопасность и предотвращение несчастных случаев, доступ к береговым учреждениям социального обеспечения и социальное обеспечение. Рассмотрим некоторые из положений. Находясь на борту, моряки должны быть в состоянии позаботиться о своем здоровье и иметь оперативный доступ к медицинской помощи, включая стоматологическую, если она понадобится. Должен быть оперативный доступ к необходимым лекарствам, медицинскому оборудованию и средствам для диагностики и лечения, а также к медицинской информации и консультации со специалистом. Все государства, подписавшие конвенцию, обязаны предоставить морякам медицинскую помощь, если в ней остро нуждаются, находясь на их территории. В порту моряки должны иметь возможность без промедления посетить врача и иметь возможность получить медицинскую помощь и охрану здоровья бесплатно, хотя уровень предоставления услуг может варьироваться в соответствии с национальным законодательством. Моряки должны быть немедленно госпитализированы, независимо от национальности или религиозных убеждений, и где это возможно и необходимо продолжить лечение. Все суда должны иметь на борту медицинское оборудование, справочник и аптечку. Ее содержимое должно определяться с учетом последнего издания Международного медицинского руководства для судов. Если на борту перевозятся опасные грузы, моряки должны быть проинформированы об их природе, включая риски, необходимые меры личной защиты, соответствующие медицинские процедуры и противоядия. Для судов, перевозящих 100 или более человек и совершающих международные рейсы продолжительностью более трех дней, на борту должен быть квалифицированный врач. Там, где на борту нет врача, по крайней мере один моряк, чаще всего это второй помощник капитана, должен отвечать за медицинское обслуживание в рамках своих обычных обязанностей или быть способным оказать первую медицинскую помощь. Соответствующая подготовка должна быть обеспечена, как указано в конвенции ПДНВ. Моряки, имеющие медицинские обязанности, должны проходить курсы повышения квалификации каждые пять лет. Для отправки медицинских запросов и получения медицинских консультаций связь 24 часа в сутки должна быть обеспечена бесплатно. Судовладельцы несут ответственность за любые расходы, возникающие в результате болезни, травмы или смерти, связанных с работой, с даты начала действия контракта до тех пор, пока моряки не будут репатриированы или не смогут претендовать на медицинские пособия в соответствии со схемой страхования или компенсации. Ответственность судовладельца за оплату таких расходов может быть ограничена 16 неделями со дня травмы или болезни, если это указано в национальном законодательстве. Если моряк не может работать в результате травмы или болезни, то он должен получать полную заработную плату до тех пор, пока находится на борту. По возвращению домой применяются национальные законы и коллективный трудовой договор. В случае смерти или длительной нетрудоспособности из-за профессионального заболевания или травмы, судовладельцы должны предоставить компенсацию в соответствии с национальным законодательством, трудовым соглашением или коллективным трудовым договором. Судовладельец не несет ответственности, если моряк получил травму, не находясь на рабочем месте на судне, если получил травму или заболел в результате умышленного неправомерного поведения или если намеренно скрыл тот факт, что был болен во время подписания контракта. Моряки и судовладельцы обязаны соблюдать стандарты, установленные для безопасности и гигиены труда на борту. Существуют международные стандарты, которые устанавливают требования к приемлемым уровням воздействия опасных факторов на рабочем месте, а также к тому, как разрабатывать и применять на практике политику в области безопасности и гигиены труда на судах. Конвенция о труде в морском судоходстве не уточняет деталей, вместо этого в ней излагаются вопросы, которые должны быть урегулированы в правилах государства флага. Ответственность за их применение на практике лежит на судовладельцах. В разделе «Доступ к береговым учреждениям социального обеспечения» указывается, что портовые учреждения социального обеспечения должны быть доступны для моряка, независимо от национальности, расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, социального класса и флага судна. В идеале они должны включать комнаты для встреч и отдыха, а также помещения для занятий спортом, образования, религиозных нужд и личного консультирования. В интересах здоровья и благополучия ответственные лица в порту и на борту судна должны приложить все усилия, чтобы позволить морякам выйти на берег как можно скорее после прибытия в порт. Однако с момента возникновения проблем с COVID-19 большинство моряков по всему миру во время контракта на берег выйти не могут. Моряки и их иждивенцы имеют право на доступ к системе социального обеспечения, в той мере, в какой это предусмотрено национальным законодательством. Конвенция поощряет более широкую социальную защиту моряков. В трудовом соглашении должны быть четко прописаны все аспекты социальной защиты, предоставляемой судовладельцам. Любые установленные законом вычеты, взносы, которые должны быть сделаны из заработной платы. Таким образом, изучая отраслевые особенности ключевых процессов управления социально-трудовыми отношениями в морском транспортном комплексе Российской Федерации, мы познакомились с некоторыми из требований к условиям труда и отдыха работников судовых экипажей, обеспеченных конвенцией о труде в морском судоходстве, которая была принята Международной организацией труда в 2006 году и ратифицирована Российской Федерации. Далее речь пойдет об особенностях формирования трудовых отношений в морской отрасли. До новых встреч!